МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Следующий докладчик Дегтярев Денис Борисович, кандидат медицинских наук. Название доклада «Роль рабочих металлистов в формировании советов». Добрый день, уважаемые товарищи! Рад приветствовать вас на нашей конференции. Мы живем в эпоху отнюдь не развивающейся капитализма, а вот период второй половины XIX века и начала XX века в России расхарактеризовался бурным развитием капиталистического производства. Расширялось промышленное производство, что сопровождалось увеличением числа рабочих. Несмотря на то, что в целом по России наиболее многочисленной группой рабочих были текстильщики, но в крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Рига, Варшава, особенно быстро росло число рабочих, занимающихся обработкой металлов, то есть рабочих-металистов. Так, например, на одном металлическом заводе в Санкт-Петербурге, в Полюстрово, число рабочих с 230 человек, это 1857-1867 годы, выросло до 9200 человек в 1917 году. Вы представляете, какие крупные коллективы трудились тогда перед Третьей русской революцией. Металлисты представляли собой наиболее многочисленную группу столичного пролетариата, сконцентрированную на крупных предприятиях. Расширение и усложнение производства, а начиналось оно с производства скобильных изделий, и впоследствии развивалось, в соответствии с требованиями общества и государства, пришлось производить и железнодорожные мосты, и военные суда, и орудия и так далее. То есть росла сложность производимой продукции, соответственно, капиталисты были вынуждены развивать и обучать своих рабочих на предприятиях. По мере роста грамотности и культуры росла и общественно-политическая активность рабочих-металистов. Металлисты были наиболее активными и одними из первых участников стачного движения в последние четверти XIX века. Так, в 1870-1880 годах в Санкт-Петербурге состоялось около 70 стачек. Из них 45 провели металлистов. Ну а на металлическом заводе, о котором мы сегодня будем все время упоминать, первая стачка произошла 11 мая 1879 года. В предреволюционные годы, это 1900-1904, в Петербурге состоялось 85 забастовок, в которых самое деятельное участие принимали рабочие металлисты. Число забастовщиков по сравнению с предыдущим десятилетием выросло на 20 тысяч. Рабочие металлисты первыми по стране начинали забастовки, они были наиболее упорные, при этом характерной чертой было то, что выдвигались не только экономические, но и политические требования. Таким образом, металлисты задавали тон рабочему и революционному движению по всей стране. В докладе о революции 1905 года Владимир Ильич Ленин писал, «Металлисты представляют в России, вероятно, так же, как и в других капиталистических странах, передовой отряд пролетариата». И тут мы наблюдаем следующий поучительный факт. Каждая сотня фабричных рабочих России вообще дала в 1905 году 160 бастующих. Между тем, каждая сотня металлистов дала в том же году 320 бастующих. Впереди шли самые лучшие элементы рабочего класса, увлекаясь собой колеблющихся, пробуждая спящих и подбадривая слабых. В том же докладе Владимир Ильич пишет, что забастовки металлистов в течение всего 1905 года дают перевес политической забастовки над экономической, хотя в начале года это преобладание было не так велико, как в конце. Он сравнивает металлистов с тектильщиками и пишет, что у них политические требования, по сути дела, появляются только в конце 1905 года. Отсюда с полной ясностью вытекает, что только экономическая борьба, только борьба за немедленное непосредственное улучшение своего положения, способна встряхнуть наиболее отсталые слои эксплуатируемой массы, дает им действительное воспитание и превращает их в революционную эпоху в течение немногих месяцев в армию политических борцов. Осенью 1905 года на волне всеобщей политической стачки рабочий класс России создал новые органы революционной борьбы, организационную форму диктатуры пролетариата Совета рабочих депутатов. Выборы в Петербургский совет состоялись 13 октября 1905 года. От крупнейших заводов выборской стороны, это металлический завод, завод Нобеля, Леснера, Парвиайна, Розенкаранцы и другие, было выбрано 50 рабочих. Выборы состоялись во всех районах города и непосредственно на заводах и фабриках. Согласно численности рабочих, от 500 рабочих выбирался один кандидат. Кандидаты тщательно обсуждались, при этом принималось во внимание степень участия кандидата в забастовках, его личные качества, пользуется ли он авторитетом в коллективе. Всего было выбрано 562 депутата от 200 рабочих. При этом металлисты составили 2 трети депутатов. Благодаря участию депутатов и в том числе, благодаря тому, что многие из них были большевиками, Петербургский совет расширил свои первоначальные функции и из органа руководства с забастовкой стал подлинным представительным органом представителя Петербургского пролетариата. После разгрома Первой Русской Революции и последующего периода реакции вновь наступил подъем стащичного движения. И здесь металлисты опять шли в авангарде. Если в среднем каждый петербургский рабочий в 12-14 годах бастовал 12 раз, то петербургский металлист бастовал 21 раз. А рабочие металлического завода в Полюстрово бастовали 27 раз. Как уже говорилось в предыдущем докладе, во время февральской буржуазно-демократической революции в формировании Петроградского совета активное участие приняли члены политических партий. Прежде всего это меньшевики и эсеры, потому что большевики, много представителей партии находилось в ссылке, в эмиграции, принимали непосредственно участие в революционных событиях. А люди, которые, пользуясь своим религиозным проложением, они действительно смогли перехватить инициативу в формировании совета. И кроме того, они смогли самочинно создать исполнительный комитет Петроградского совета. Первоначально большинство принадлежало Минженерскому СССР и в самом совете. От металлического завода в Петроградском совете было 8 представителей. При этом при первых выборах, поскольку избрание проходило без формального, без фактической процедуры, то есть на общем собрании меньшевики и эсеры выдвигали своих кандидатов, и, по сути дела, кто громче кричал, тех и провели первый совет в итоге. Ни один большевик в первый состав совета в 1917 году не прошел. Это привело к тому, что в Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов совет признал и поддержал буржуазное правительство, и это привело к фактическому установлению двоевластия. Но, тем не менее, буржуазная революция позволила вести легальную партийную работу, вести агитацию на предприятиях, и уже в апреле состоялись перевыборы, при этом в Петросовет от металлического завода уже прошло два большевика. В сентябре вновь состоялись перевыборы, и уже шесть большевиков прошло от того же металлического завода в Петроградский совет. Мы видим, что благодаря тому, что выборы проходили непосредственно на предприятиях, и была возможность прямого отзыва депутатов, появилась, так сказать, сложилась возможность поменять кардинально состав совета, который стал отвечать, в общем-то, своему назначению, и действительно отстаивать интересы рабочего класса. Металлисты составляли основной костяк Красной Гвардии, защищавшей Советы и молодую советскую власть, а доступ к металлу, к средствам производства позволили им в буквальном смысле ковать оружие как в Первой, так и во Второй, так и в Третьей русской революции. Осмысление роли рабочих металлистов в рабочем движении и формировании Советов позволяет прийти к следующим выводам. Укрупнение производства, расширение его привело к концентрации рабочих на металлообрабатывающих предприятиях, а выполнение сложных разнообразных заказов способствовало развитию рабочих металлистов. За более чем полувековую историю развития капиталистического производства в России выросло три поколения рабочих металлистов, сложились рабочие династии, сложилась новая общность людей, способная к организованным действиям ради общих интересов. Активная роль рабочих металлистов в формировании Советов напрямую связана с их высокой активностью в забастовочной борьбе. Рост политической грамотности, выдвижение политических требований во время забастовок, участие в партийной работе позволило изменить характер Советов. Из органов руководства забастовкой Советы превратились в органы революционного движения, организационную форму диктатуры пролетариата. В НКС рабочие металлисты отставили Советы с оружием в руках, что позволило выстоять молодой советской власти после против контрреволюции и иностранной интервенции. В наше время на фоне всеобщего развала промышленности остаются островки производства, так или иначе связанные с металлообработкой. Это стали литейные производства, предприятия оборонной промышленности, судостроение, авиастроение и предприятия автопрова. На них сохранились или возрождаются в силу необходимости расширения сейчас военного производства, обороны, возрождаются крупные коллективы. Именно на таких предприятиях должна быть сконцентрирована основная работа коммунистов по организации рабочего движения, по соединению научного социализма с рабочим движением. Выиграв битву за умы и сердца рабочих металлистов, как это сделали большевики в 1917 году, можно рассчитывать на победу в социалистической революции, на восстановление советской власти. Благодарю за внимание.